все у нас прекрасно так всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик который попросил мой друг флиппе флиппе тебе привет периодически он пишет молодец памятного своего себя добивается когда ему надо какой-то ролик чтобы посмотреть он прям за спами так что мам не гори молодец я не стал его уже издеваться на человеком он постоянно просит постоянно ролики не важно ролики одинаковые в общем флиппе отказать не смею не смею отказать так потом там что-то еще просили потом глянем пока что к этому идем очень вот он ролик 20 худших случаев с мэг гриффин я грифинов не смотрел грифонов этих так секундочку меня тут качество стоит кое-что проверял постоянно проверяю чё-то так в общем друзья мои я ставлю лайк сразу вы ставьте лайк моему ролику вот этому который смотрите также обратите внимание на ссылочку в описании там бусти есть и донатный сервис где вы можете заказать ролик для просмотра она пусть и вы получите ранний доступ к моим роликам все затягивать не будем с вас друзья мои лайк я уже сказал да и репосты сделать пожалуйста свою социальную сеть любую я начинаю опять же для тех кто хочет помочь моему каналу про пожаловать звук отключил чем-то бывает такое заткнись это самое безобидное что и говорили добро пожаловать на у меня сначала заткнись и почему же россия и сегодня мы представим топ-20 ужасных вещей которые произошли с мэг гриффин в этом списке мы расскажем об одних и самых ужасных случаев перенесенных старшим ребенком гриффинов мэг которая кажется всегда становится козлом отпущения нельзя было в русский версию ставить обязательно субтитры пора с этим покончить нумер двадцать отвергнута собственными игрушками брайан по это танцует о это будет здорово мы поздно ряжем спать будем рассказывать истории мэг часто показывают как одинокого и нелюбимого персонажа одна шуточка выводит это на новый уровень показывая что друзья как раньше мультик был я не помню как назывался что такое идиотский и там всегда один персонаж был там типа детей типа дети в школе всегда были они типа у них подростки там вообще свои проблемы детские там ну кто знает тот я уж не буду говорить и там всегда было что-то произойдет и у них всегда такой был один чувак так ой да ладно ничего ничего страшного нет все нормально и он всегда такой у него такая челка была седая тип он уже посидел такой что вот такой такой мрачный персонаж был типа он столько уже ну прожженной жизнью только всегда появлялся такой момент когда все там да ладно все нормально будет он такой стоит такой у нас зубочистка зубах да вы знаете ребят я вам сейчас я вам расскажу историю говорит мой старший брат адаши тоже так думал там я не помню а про поцелуй про поцелуй типа бутылочку играли или про спорила поцеловать она вот девочку типа давай завтра там встречаюсь в двенадцати при всех ты ее поцелуешь так вот все должно быть у них ладно подумаешь поцелуй и поцелуй чего такого-то и он такой стоит да там сначала такая молния такой мрачный свет я не знаю как мультик называется я потенциал лист я смотрел его такой да ты знаешь мой старший брат тоже раньше думал что это еще безобидная шутка всего лишь но он и поцеловал когда горит знаете что таки что ему понравилось круто сделано есть не бог чего это вспомнил вообще ну врачи история прикольная просто хотел рассказать которых она говорит просто игрушки если бы это не было достаточно грустно игрушки оживают аля истории игрушек избегает от мэг через окно хуже всего вот то что мэг зовет своего медведя и вместо того чтобы остаться и заботиться о ней ожившая игрушка бросается под проезжающий мимо грузовик этот как его поролон с нитипом вылез этот фильм есть такой про игрушки игрушки для взрослых что такое называется или взрослые игрушки там смысл в чем там улица сезам смешано с криминальной драмой типа там вообще жесть заходит типа принцесски заходит на место преступления там везде синтепом разбросан а он стоит этот пончик ест игрушка мимо а там игрушка детектив был главный герой он идет такой смотрит отвращения форус получил св �к pens'ка лежит вообще такой укормлен тоже самое с типа прост увидел ты ты загрушки номер 19 заболела свинкой потому что не была привита не все псы попадают в рай на выставке питер заставляет мэк сфотографироваться с мужчиной который болеет свинкой он заражает ее болезнь от которой мэк не была привита в детстве это заставляет ее страдать от болезненного отек и оставаться прикованной к постели и вместо того чтобы да есть некоторые болезни которые корь по-моему а ветрянка ветрянка если в детстве переболел все нормально будет а вот во взрослом возрасте это уже очень вот очень тяжело взрослым человек переболеть ей да поэтому ветрянка по возможности у меня когда дети в садик ходили не такой этот выспытание говорится знаете у нас тут карантин там одна группа есть там типа этот ну ее все закрыли но есть некоторые родители специально вводят своих детей чтобы они сейчас завалили ветрянкой даже если хотите можете тоже привезти пускай сейчас переболеют как бы нормально короче то это ничего в этом нету что нужно как в какой-то степени это нужно даже да переболеть сейчас что-то это вот я не читал конечно граф де монте кристо есть такой роман роман кажется называется это произведение ну в общем граф монте крис там он какую-то девочку кормил ее специально травом ядами всякими да малых маленьких дозах я я не читал так вот слышал потом почитаю поделюсь может быть с вами малых малых дозах а потом когда ее решили отравить а ее организм уже справился с этой отравой потому что он уже был приспособлен к этому как прививки действий ну сами все понимаете про то что к чему я вообще сказал ладно просто просто хотелось поделиться с вами этой информации чтобы ухаживать ее семья насмехается над ней а питер продолжает оскорблять единственным утешением мэг становится религия которую она находит в телевизоре это день который подарил мне господь давайте будем радоваться номер восемнадцать это типа говорит что она такая бедная над ней все издеваются это еще рик и морти не смотрел отец рик отец морти был вот это еще тряпка над ним все вообще издеваются вынуждена развозить отца и его друзей дорога к руперту вы можете просто заткнуться после того как питер теряет водительские права дело что-то типично идиотское аппарат снэм мэг вынуждена стать личным шофером отца возить его его друзей во время их пьяных при этом мэг должна терпеть их детские выходки в том числе поджигание шапки во время вождения а затем разливание на нее пиво это приводит к тому что она попадает в аварию и выплескивает свою подавленную ярость на другого водителя так это нормально на самом деле явление часто очень люди вот их мелкие такие подколками за которые не треснешь вот они вот таки делают пакости мелкие мелкие пакости за которые неудачь а потом кто-то вот что такое сделает и все про терпение срывается да это к сожалению так мэг мэг это было круто номер 17 грустная вечеринка сюрприз квагмары мэг эй что за машина на улице обычно дни рождения это время для подарков и праздника с друзьями но у мэг все наоборот у нее было несколько удручающих дней рождений но худшее возможно ее 18-летие после церемонии награждения teen choice awards семья возвращается в пустой дом несмотря на попытку устроить вечеринку сюрприз давая понять что никто не пришел добровольно хотя гуар помнит о дне рождения мэг ясно что он заинтересован в том чтобы подкатить к ней потому что теперь она взрослая эй добро пожаловать в клуб для взрослых и знаешь что еще один член по соседству если ты когда-нибудь захочешь поговорить и все такое с днем рождения есть еще один член по соседству номер 16 забросали протухшим мясом и пенисом становится пенисом разговоры мэг с ее одноклассниками как правило негативные во время которых в нее бросают какие-то вещи например пример когда она играет вышибал чтобы стать популярной мэг пытается заняться чирлидингом но вместо этого она становится девушкой выносящий флаг что скажем так оригинально затем как раз когда мэг выступает перед всей школы популярные дети забрасывают ее тухлым мясом и толпа смеется над ней что такое я вот не понимаю все забрасывать и почему они должны смеяться эти дураков выгнать за это должны со школы вообще по нормальному да они все сами жизнь должны испортить это вот я вот я не знаю я теряюсь постоянно что фильм люси или как там по стивену кингу когда девку залили кровью да их вообще выгнать должны были со школы без аттестата без ничего по-нормальному как-то в детскую комнату милиции отправить или полиции то есть я не знаю номер 15 унесительные камео звездных войн различные эпизоды и твой с куда хуже специальные выпуски гриффинов о звездных войнах это одни из лучших эпизодов шоу которые представляют собой забавные переосмысления как классических фильмов так и персонажей сериала как и в обычных эпизодах гриффинах в спецвыпусках мэг тоже не жалеет то время как большинство персонажей становятся главными героями мэг отводится камео одних из самых отвратительных монстров и существ франшизы звездных войн одиа я не раз слышал это слово что отсылки делаются для переосмысления я чё-то я по большей части вижу отсылки ради отсылок я не понимаю что я что-то глупенький здесь порядное дело я тут как-то это не вопрос но я вот может привезите пример когда отсылка ради переосмысления какого-нибудь я просто не всегда понимаю я нога до гигантского космического червя из орлака номер 14 отправлена в тюрьму за укрытие беглеца позвоните мэг для убийства люк что ты здесь делаешь мэг отчаяния нуждается в любви привязанности или внимания и одна из ее попыток найти кого-то приводит к тому что ее другом становится заключенный после паузы стекло грязно вот это бег он приходит в дом гриффинов чтобы спрятаться и увидеть мэг когда полиция об этом сообщают ее садят в тюрьму на три месяца за укрытие находясь в тюрьме мэг становится циничный ожесточенный и жизненный опыт делает ее даже хуже обидчиков номер 13 она потеряла свою невинность на телевидении ради шутки не пытайтесь меня изменить мэг привет мэг я джим фэллон здорово здорово наконец встретиться с тобой я сначала думаю здорова после преображения мэг становится популярной и в конечном итоге возглавляет группу состоящий из остальных членов семьи гривенов хотя популярность меняет ее она испытывает огромное смущение когда они появляются в шоу субботним вечером в прямом эфире перед шоу мэг соблазняет джимми фэллона и теряет свою девственность пока все это снимается и транслируется в шоу джимми фэллон возможно улыбался на камеру но мэг конечно нет и эй фэллон скажи спокойной ночи говня а это то что смеялся смотрел в камеру в каждом скетче ты что думаешь ты кэрол бёртан бёрнет бёрнет номер двенадцать ее парень украл ее почку в день святого валентина день святого валентина в куахоге мэг кажется встретила симпатичного парня в интернете и увидится с ним в день святого валентина чтобы проснуться и увидеть что он украл ее почку а вот это возможно отсылка к фильму там фильм был я не помню как про почку вырезали конечно дави на чувство вины мэг заставляет его провести с ней удивительно хороший день вместе и в конце концов он возвращает ей почку но все равно невероятно грустно что это одно из самых лучших свидание мэг извините мэг органы на черном рынке стоит бешеных денег и я пообещал своим боссам свежую почку без обид номер одиннадцать использована полтергейстом питер гейст хорошо мэг если это сработало у нас появится шанс вернуть стюи когда из-за питера духи начинают угрожать я чё-то начинал смотреть гриффинов вот это какой-то бесёнок вообще там страшный он там не знаю ребёнок вроде не ребёнок он чё-то мать свою ненавидит я так не понял ни хрена собака разговаривает я чё-то я и первую серию так до конца даже не смотрел семьи гриффинов это очень травмирует всех особенно мэг после того как стюи теряется на другой стороне зайдя в шкаф семья выясняет что выход находится в заднице мэг питер и большинство членов семьи проводят остаток дня бросая вещи чтобы те выходили из задницы мэг и используют портал ради глупых шуточек не заботясь о чувствах мэг ну и дела должно быть сделал неправильный поворот в альбукерке альбукерке этот вообще тяжкие там номер десять брошена на пожарной станции после рождения рейтинг гриффинов о стиле как здорово твой первый визит на стоящую пожарную станцию может показаться что мы к ненавидит без причины со дня ее рождения и это в принципе верно когда гриффины посещают пожарную станцию лоис и питер вспоминает о первых поездках своих детей сюда в одной сцен выясняется что первый визит мэг произошел когда ее родители пытались бросить ее здесь в младенчестве даже если тебе не нравится мэг ни один ребенок не заслуживает этого да ребят вам всегда вам всегда нравится ваша первая поездка пожарную станцию помните когда мы взяли мэг номер девять все через что она проходит во время вторжения в дом безымянная история о предках гриффинов в чем черт возьми тевая проблема тупица вторжение в дом сложно пережить но когда грабители входят дом гриффинов мэг прохожу сейчас почему-то такие вещи очень популярны не популярную некоторые почему-то пластинки вот гоблин да себе купил такую штуку рассказывать подарили ему стаса и как просто которого уже за банде кстати на ютубе вот таких вот рассказывает пластинки выпускал свои песни вот честно говоря мне его песни очень нравится одна там как зашла я просто не понимаю о чем они ему ну не знаю не мое короче это не мое не мой формат не мой жанр я я я просто не ценитель прям вот это мне некогда вот это сесть что там музыка я так я музыку слушаю во время работы там сел образно говоря этот ролик закончил ролик делать сижу этот превью рисую рисование в это сложно назвать но там каракуль подделывай кое-какие и раз включил нотр-дамный пари какой-нибудь русскую версию французскую версию неважно там призрак оперы мне нравится послушать я просто какую-нибудь пообщать ну там фиолетово что там еще то есть не знаю ну всякую ерунду вот один раз даже вставил в ролик вставил не ту ссылку я слышал комиссара там комиссар то знает песни старые старые советские там песни какие-то чувак написал мне что ты не ту не то вставил туда а я по зоопарке что-то нечаянно копировал такую ссылку ну я может браузер затупил но короче не некогда что сесть прям так вот качественная музыка чтобы ах было потому что просто денег нет на это оборудование ну а кстати может быть да может быть в этом причина кстати говоря может быть в этом да да может быть в этом причина кстати ходит через ад во первых питер бьет ее битой за то что она напугала его затем ее послали из убежища за припасами но прежде каждый плюнул на нее фу блин мег становится заложницей воров которые принимают ее за мальчика но самое ужасное что ее арестовывают в конце вечера за то что она якобы издевалась над ними а семье все равно мэг вероятно нужен адвокат номер восемь спасена из рабства мега приключения в париже вот она поторопись как и в фильме заложница мэг похищают и продают в сексуальное рабство в париже хотя похищение само по себе ужасно как ни странно именно ее спасение попадает в наш список естественно питер лоис равно ну я вчера маньяк напал да сексуальный да нет не очень душно отнеслись к ситуации поэтому брайан и стюи берутся за эту задачу тем не менее мэг удивляется когда красивый принц хочет жениться на ней и окружить ее любовью конечно стюи убивает его хочет как же его заставляя мэг вернуться к своей обычной ужасной жизни стюи стюи номер семь попала в кому после того как почти утонула дочь питера мэг ты хорошо плаваешь принеси мэг дом гриффинов затоплен после ливня место это у нас в армии один раз было казарму затопило первый этаж по колено нахрен воды было еще ужас того чтобы быстро выбраться питер требует чтобы мэг достал ему не первый как там цокольный этаж называется внизу он там внизу подвальный этаж постоянно затапливало блин казарму ежопный сделали питер пиво из затопленного холодильника мэг случайно попадает в ловушку и начинает тонуть питер заметив это не спешит ее сразу спасать из-за этого она впадает в кому хотя мэг выздоравливает этот ужасный случай пренебрежение вызвал у нее еще большую травму питер пытается относиться к ней лучше но его не хватает надолго все будет иначе я больше не буду относиться к тебе как чужой как к чужой номер шесть почти убита школьным хулиганом пригоршня для мэг слушай прежде чем мы начнем может может не бить меня сюда мэг часто подвергается издевательством со стороны почти всех кого она встречает но одним из самых жестких был майк школьник которого она случайно разозлила майк вызывает майк на бой и нисколько не сдерживаясь избивает ее до полусмерти перед толпой только благодаря тому что квагмайер посоветовал ей использовать присущую ей отвратительность что очень помогает ей чувство собственного достоинства мэг выживает твой поцелуй определенный в моем списке он старше номер пять случайно поцеловала криса хэллоуин на спунер стрит хорошо номер пять случайно поцеловала криса хэллоуин на спунер стрит хорошо увидимся позже мам во время хэллоуина мэг ее друзья очень хотят пойти на вечеринку несмотря на некоторые не хэллоуинская хэллоуинская ни хрена у них крестойные слова со стороны питера ее брат крис идет на ту же вечеринку и они надевают маски к сожалению для них обоих игра в бутылочку заставляет их провести время в шкафу вместе осознав это они ужасаются тому факту что целовались и очевидно не только а также тому что об этом узнали все в школе а мы позор для нашей семьи ооо может быть я могу присоединил хахахахаха наверное это какой нибудь учитель со школы ну не просто так он появился номер четыре ее мать увела ее парня что они давай стюй вперед привет энтони мэг действительно не везет в любви один из самых унизительных случаев происходит когда она встречает энтони он кажется лучший и самый нормальный парень из всех, с кем она когда-либо встречалась. И мы знаем, что он нормальный, потому что ее родители осмотрели его. Лоис, чувствуя себя непривлекательной из-за возраста, подкатывает к Энтони, что приводит к разрыву с Мэг. Нездоровым утешением для Мэг становится то, что она делала с ним экстремальные вещи, чем делится с Лоис. Хорошо. Когда ты будешь готова поговорить? Ты как течет, с губой прикусила, что ли? Номер три. Продано в рабство. Это Рика Морти напомнила мне. Ну, кто смотрел там? В четвертом сезоне, кажется, ребятам. Там интересные вещи выглядят же. ...простых правил для покупки моей дочери-подростка. Что если продам тебе свою дочь? Мой дочери. Почем? Невероятно черствый идиот, особенно когда дело касается Мэг. Задолжав в аптеке Морта, он предлагает продать Мэг в качестве рабыни, так как сын Морта, Нил, влюблен в нее. Тем не менее, связь Нила с другой девушкой заставляет Мэг ревновать настолько, что она сама подписывает контракт, из-за чего ей приходится выполнять неоплачиваемую, непосильную работу. К счастью, Мэг в итоге выбирается из этого, но все, что происходило, абсолютно ужасно. Знаешь, я... Знаешь, я думал, что буду счастливее с Нилом, но я не счастлива. Это ужасно. Номер два. Бог стер ее из существования. Три. Закона божьих. О, ребята, вы справились. Ну, сделка и сделка. Вся безжалостность Питера по отношению к Мэг, возможно, показана в этом моменте. Питер и его друзья отправляются на поиски Бога, чтобы попросить его не вмешиваться в исход футбольных матчей, потому что спортсмены всегда благодарят Бога за победу. Несмотря на успех... Вместо того, чтобы попросить Бога дать ему ноги хотя бы ходить, ну, ладно, это как бы инвалид. Они прекрасно живут у него. Есть знакомые. Он даже... У него медалей там показывал много, поэтому... Как называется-то? Пинг-понг. Пинг-понг он решеной там выигрывает вообще там. Главное, не зацикливаться над своим вот этим особенностям. И не... Это у Гоблина ролик был недавно. Классный. Посмотрел так прям. Классный вот. В всех Бог исполняет еще одно желание Питера. Стирает Мэг из существования. Несмотря на то, что Мэг появляется в следующем эпизоде, ужасно подумать, что Питер даже временно стер ее с лица земли. Не смотри на нее. Не смотри на нее. Все в порядке. Все будет, конечно же, через секунду. Кончено. Все будет кончено через секунду. Я не понял. Она какая-то... Она что-то... Какая-то она не такая? Почему так люди издеваются? Может, ты объяснит? Я просто смотрел. Я говорю, я пытался. Я что-то... Первое сетев я включил. Я не понял, что происходит-то вообще. Еще не конец. Но уже почти. Не забудь подписаться на WatchModger Россия и включить оповещение, чтобы не пропускать новые ролики. Ладно, продолжим. Номер один. Пожертвовала собой, чтобы стать козлом отпущения в семье. Вечеринка морского коня и ракушки. Как насчет матери Криса? А почему мы не говорим о тебе? Во время урагана Гриффины застряли внутри дома без телевизора. Естественно, Мэг становится предметом шуток. Но на этот раз она срывается на семью за то, как они к ней относятся и стоит сама за себя. Ты моя мать, но ты взяла доверие ребенка. Но ты взяла доверие ребенка и разбила его вдребезге. В ходе семнадцатилетней миссии по уничтожению того, что ты убила давным-давно. Шостко. Что такое шостко? Это самое. Однако она почти сразу заканчивает это, поскольку видит, как они все начинают ненавидеть друг друга. Мэг решает стать громоотводом для их ненависти, вместо того, чтобы стоять на своем. Больно думать о том, что она не ставит поиск своего счастья выше их собственного. Мэг, как ты могла заставить нас пойти через все это? Это такое есть, такая ерунда. Это не только здесь. Это вот человек, который все время, он привык, как сказать, шить, можно сказать, в унижении и все вот. А потом что-то происходит, и он... Ладно, я на себя удар возьму. Вот такая вот нормальная практика. Что там еще есть? Согласен с нашим выбором? А какие ужасные моменты с Мэг Гриффин мы забыли упомянуть? Напиши они в комментариях. Смотри другие интересные видео на WatchModjo.Russia и подписывайся на канал, включая пообещения, чтобы не пропустить новые ролики. Хорошо. Хорошо. Хорошо, командир, сделаем, как ты сказал. Так, а на этом, друзья, у меня сегодня все. Ставьте лайки и поделитесь роликом с друзьями. Я уже говорил об этом, да? Также не забывайте делать репосты. И в комментариях есть две ссылочки очень интересные на Boosty и на донатный сервис. Кто хочет поддержать канал материально. Все. Будьте клевыми. И всем пока.